На календаре 15 августа, практически конец лета, а якутское лето у нас всегда связано с национальным праздником Иссех, с купанием, сенокосом, с рыбалкой, с сбором ягод и грибов. Интересно, а как проводят свое лето, свои летние месяцы в другой части света, например, в Перу? Об этом нам расскажет Хагер Тихада, студент медицинского института СВФУ, который прибыл к нам из Южной Америки. Хагер, доброе утро! Доброе утро! А есть ли лето вообще в Перу? Или, может быть, оно у вас в другое время года? Да, конечно, есть лето, но Перу находится в Южной Поляшаре, и лето у нас в январе. В ноябре, да? В конце декабря. А, на самый Новый год, да? Да, на самый Новый год. А какая самая высокая, самая жаркая температура у вас? И самая низкая какая? Максимальная температура это 40 градусов. Жары? Жары, да. Ага, а вот низкая? В Амазоносе, да. А низкая сколько? Низкая, самая низкая. Это, наверное, минус 5 градусов. Ну, в горах, наверное, может быть холоднее, да? Да. Но там мало кто живет, поэтому не наблюдать. А чем занимаются перуанцы в летнее, в теплое время года? Так же, как и здесь. Люди идут купаться. Загорают? Отдыхают, да, загорают. Ну, сенокоса нету. Там нету. А сбором ягод, грибов занимаетесь? У нас очень мало лес по сравнению с территорией местной. А есть ли в Перу какой-нибудь национальный праздник, подобие нашего сэха? Да, есть. В течение зимнего солнцестояния проходит национальный праздник Интер-Райми. Интер-Райми. Да, это также встреча солнца в конце июня, обычно 23 июня. Зимнего солнцестояния, вы сказали. То есть, все-таки зимой, да? Или когда? То есть, зимнего солнцестояния по отношению к Якутии. А, по отношению к Якутии. Ну, значит, все равно летом. Да. Примерно в то же время, когда мы отмечаем ИСЭХ. Да. То есть, в июне, да? Да. Ну, я знаю, Хагер, что вы в Якутске уже три года, да? А почему вы выбрали именно наш город, наш вуз? С чем это связано? Я хотел учиться в России и отправляю свои документы для того, чтобы поступить в вузы. И Якутск был одной из первых вузов, которые в России пригласили. Пригласили вас, да? Да. Ну, в Перу мы все знаем, что родной язык – это испанский, да? А вот трудно ли было изучать русский язык? И вы приехали вот три года назад. Знали что-нибудь по-русски? Или вот с нуля начали изучать? С нуля. Но я в России уже пять лет. Я еще до этого выехал. До этого вы были в России. В русских городах, да. Ну, вот самое сложное для вас в изучении русского языка – это что? О! Подержи. Подержи, точно. Наша грамматика, да? Ну, испанский, как вы думаете, проще, легче? Легче. Чем русский, точно. Да? Да. Как по-испански будет «Доброе утро»? Бонус дьес. Бонус? А, ну, бонус дьес, конечно. Это глупый вопрос. Ну, кроме того, что вот вы студент медицинского института, будущий врач-хирург, да, вы активно занимаетесь общественной деятельностью и являетесь президентом международного клуба «Нефу Интернешнл». Сколько членов у вас в клубе? Я являлся. То есть это недавно, да, вы? Да, полтора года назад перестали заниматься. Вы сложили свои полномочия, да? Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью, но раньше более активно было. В клубе около 120 студентов. Из разных стран, да? А какие страны это были? О, у нас студенты из Асии в основном, из Китая, из Малайзии, из Индонезии. Из Южной Америки тоже есть студенты из Гуяны. А, кстати говоря, вот из Южной Америки, вот, вас и перуанцев, вы один, да, или есть еще ваши земляки? Из Перу только один. Вы только один, да? А из Южной Америки это какие еще страны представлены? Из Гуяны. Как? Гуяны. Гуяна. Гуяна? Да. А, Гуяна. А чем занимается сейчас клуб и вот занимался вот ваше время? Вот какой общественной работой? Главная цель это формирование подходящих изучений к языковым явлениям и распространение изучений тоже иностранных языков среди студентов. А также мы занимаемся интеграцией иностранных студентов в жизни. В Якутске, да? Ну, а помогаете в адаптации, да? Да. А с какими проблемами чаще всего сталкиваются иностранные студенты, когда прибывают, только вот прибывают в Якутск, начинают учиться? Лично я сталкнулся с погодой, первой, да. Да, кстати, погода, да. И цены. И цены? Цены, да. У нас дороже, да? Дороже, да. Намного дороже? Даже чем в Москве, да. Чем в Москве? Ну, я бы так не сказала, но... Ну, хорошо, ладно. Еще чем занимается... Вы лично занимаетесь, кроме учебы, общественной деятельностью? Вот. Что вы делаете? Научной работой. Было участие в Олимпиаде по хирургии. А сколько вам учиться осталось? Три года. Еще три года, да? И после окончания вот вуза, когда вы станете уже врачом, да, где вы планируете работать? Если будет возможность оставаться, я бы не отказался от такой вероятности. А, вы хотите остаться в нашем городе? Можно и тоже в других точках, в России, да? Почему вы не... Ну, в России. Да. Вообще, в целом, в России вы хотели бы остаться. Дорогие друзья, имейте в виду, что Хагер хочет остаться в Якутске, быть врачом. Пусть он работает в нашей больнице или в поликлинике какой-нибудь нашей городской. Что ж, огромное спасибо за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Приходите к нам чаще. Давайте будем учить вместе испанский язык. Хорошо.